МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минувшая игровая неделя выдалась для футболистов Кубани во всех смыслах непростой. Накануне решающих матчей сезона в команде вновь сменился главный тренер. Арсен Попекян, исполнявший обязанности наставника после отставки Сергея Таршуева, уступил свой пост Игорю Осенькину, который прекрасно известен болельщикам по работе с молодежной командой и за три года успел добиться с ней солидных результатов. Задача перед Игорем Витальевичем стояла архисложная. Всего за несколько дней донести до игроков свое видение и успеть подготовить коллектив к важнейшей домашней игре с Мордовией. Эта встреча представлялась крайне важной с турнирной точки зрения. Саранчане являлись едва ли не главными конкурентами в борьбе за сохранение прописки в премьер-лиге, а потому матч был, что называется, за шесть очков. Ждем только победы, потому что отступать некуда. Впереди неизвестность, надо ждать только победы. К сожалению, начало матча получилось для хозяев обескураживающим. Уже на второй минуте желто-зеленым пришлось вынимать мяч из сетки. Атака Мордовии по правому флангу увенчалась подачей Власова в центр штрафной, откуда Евгений Луценко, без особого сопротивления со стороны кубанской защиты, выиграл дуэль на втором этаже и пробил головой в дальний угол. Мяч пролетел в притирку со штангой, так что Белинов, даже несмотря на отчаянный прыжок, дотянуться до него не сумел. Пропущенный гол, разумеется, произвел на Южан эффект холодного душа. А потому неудивительно, что бросились они вперед с утроенной энергией и уже через пять минут сумели отыграться. Шандао со своей половины поля выполнил блестящий заброс на ход Бальте и Снегальский нападающий, оказавшись один на один с голкипером Ривишвили, хладнокровно пробил ему в противоход и тем самым восстановил статус-кво. Счет стал 1-1 и у болельщиков всерьез возродилась надежда, что кубане удастся полностью переломить ход встречи. Моменты для этого действительно были. И кто знает, как сложилась бы концовка поединка, реализуя свой момент Святослав Георгиевский. Модуль хавбек, казалось бы, все сделал как надо и хлестко пробил с разворота, но, увы, мяч прошел на пару сантиметров левее цели. А вот Мордовия своим шансом распорядилась куда бережнее. И 85-я минута матча оказалась для Желто-Зеленых роковой. После подачи углового в исполнении Антона Бобера, Хазеева вновь проиграли воздух, позволив Милану Перендее с линией Фратарской кивком головы переправить мяч в сетку. Белинов оказался бессилен. К сожалению, организовать полноценные финальные штурмы, спасти поединок, Желто-Зеленым так и не удалось. Как итог, обидное поражение 1-2. К сожалению, сразу же на первых же минутах мы пропустили такой гол, который, ну, можно было бы и не пропускать. В общем-то, в течение всей игры не так много моментов создали мы соперники. И два гола из этих моментов выжать, ну, наверное, это много для такой игры. Но и мы играли не так, как нам хотелось бы, хотя в целом считаю, что особенно часть отрезка второго тайма мы уже и доминировали, и играли острее. Ну, вот, уже случилось то, что случилось. Мне до сих пор сложно понять, почему мы проиграли. Но мы сами виноваты, сами упустили свою победу. Большую часть игрового времени мы контролировали мяч. Пытались остро атаковать разными флангами, но извлечь пользу из своего преимущества не смогли. В Мордовии два полмомента превратило в забитые мячи. И мы же, владея инициативой, этого сделать не смогли. Как ни грустно, но домашнее поражение в игре с главными конкурентами по борьбе за выживание заметно осложнило Кубани задачу сохранения прописки в премьер-лиге. Отставание от спасительной 14-й строчки по итогам тура стало составлять уже 4 очка. Впрочем, до тех пор, пока хотя бы математические шансы на спасение еще остаются, желто-зеленые наверняка будут биться до самого конца. 9 очков еще, и мы будем биться за каждое, поэтому я вообще не сомневаюсь, что мы все сделаем для того, чтобы остаться, и постараемся реально остаться. Впрочем, было на минувшей неделе и особое событие, которое заставило команду на время позабыть о текущих неудачах и сплотиться все вместе. Речь, конечно же, о празднике 9 мая. В день победы игроки, треверский штаб и персонал футбольного клуба Кубань почтили память героев Великой Отечественной войны. По традиции, делегация желто-зеленых, как и в прежние годы, отправилась к вечному огню. Примечательно, что визит команды к мемориалу совпал по времени с шествием бессмертного полка. Так что возложение цветов и венков со стороны футболистов и простых горожан состоялось в едином порыве. Понятно, что у нас интернациональная команда, но все, кто живет и работает в России, должны понимать значимость этого праздника для каждого россиянина. Поэтому наш долг был прийти и возложить вот здесь вот венки, цветы на этот монумент и просто проникнуться вот еще раз уважением за тот воздвиг, который совершили наши деды и прадеды. Отметим, что в возложении цветов к мемориалу Вечного Огня принимали участие не только российские игроки Кубани, но и многочисленные легионеры команды. Для них память о жертвах той войны также не пустой звук. Да, конечно, и они должны понимать, что все это, вот то, что сейчас есть, было достигнуто в том числе и в тот момент, когда именно вот наши деды были вот на войне, сражались, умирали, и, ну, они должны понимать, вот что это за подвиг. Между тем, уже на следующие сутки желто-зеленых ожидал крайне ответственный выезд. В рамках 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги Кубани предстояло отправиться в гости к московскому «Локомотиву». Если для желто-зеленых эта встреча уже не имела огромного значения с турнирной точки зрения, то для хозяев поединок представлялся крайне важным. Ведь именно молодежка «Локомотива» на момент стартового свистка являлась лидером турнира. Железнодорожники открыли счет уже на 18-й минуте. Отличился Иван Галанин, который мощным ударом с острого угла сумел переиграть нашего голкипера Владислава Шевченко. Впрочем, южане рук не опустили и в начале тайма второго сделали счет равным. Прострел Владислава Тюфекова вдоль лицевой линии неожиданно оказался голевой передачей. Мяч толкнулся в ногу голкипера «Москвичи», от которой и залетел в сетку. Автогол 1-1. Увы, на большее краснодарцев в этом матче не хватило. Хозяева же в самой концовке сумели склонить чашу весов в свою пользу. На 84-й минуте меткий выстрел Ильи Рубцова принес молодежке «Локомотива» итоговую победу со счетом 2-1. Отметим, что результат поединка главных команд «Локомотива» и «Кубани» на момент подготовки программы к эфиру еще не был известен. Об этой встрече мы подробно расскажем в следующем выпуске «Кубань-Арины». Ну а теперь, дабы немного отвлечься от тревожного положения дел в чемпионате, поговорим об одном из любимцев кубанских болельщиков – Георгии Букурия. Совсем недавно сторожил нашей команды исполнилось 36. И по этому случаю румынский нападающий в свой день рождения согласился дать интервью активистам старейшей группы болельщиков «Кубани» в популярной социальной сети. На вопросы фанатов Джи-Джи отвечал при помощи своего друга и одноклубника Игоря Армаша, который в этой ситуации любезно выступил в качестве переводчика. Ну вот он почему не разговаривает и не дает интервью на русском, потому что есть такие слова, где он блокируется, не находит вот этих слов и дальше не может что-нибудь сказать. Поэтому он предпочитает всегда на румынском разговаривать. За 6 с лишним лет Джи-Джи провел в составе «Кубани» десятки ярких матчей и забивал настолько красивые мячи, что болельщики частенько вспоминают их даже спустя годы. Но среди прочих голов «Букур» выделяет один, пожалуй, самый важный. Тот, чтобы забить в Роттердаме ворота голландского «Фейнорда» и вывезжу от зеленых в групповую стадию Лиги Европы. Конечно, этот матч я запомню навсегда. Возможно, это главный матч в истории «Кубани» на данный момент. Атмосфера на стадионе была очень завораживающей. И минут 15 мы просто не могли выйти из своей штрафной. Однако в первой же серьезной атаке нам удалось поразить ворота хозяев, когда забил «Евелин Попов». Ну а второй гол в моем исполнении получился уже вишенкой на торте. Здорово, что нам удалось максимально сплотиться и победить в тот вечер. Естественно, поинтересовались мы и тем, где «Букур» предпочитает проводить свой отпуск. Как выяснилось, далекие жаркие страны становятся его выбором далеко не всегда. И на курортах Краснодарского края Джиджи тоже весьма частый гость. Несколько раз я был в Геленджике, но больше всего мне и моей семье нравятся в Анапе. Мы ездим туда уже шесть лет подряд. В этом городе очень много детских площадок, и моей семье там нравится. То, что Георгия человек семейный, он сам неоднократно подчеркивал на протяжении всего интервью. Сейчас у Джиджи подрастают двое замечательных сыновей. И что интересно, делать из них профессиональных футболистов наш герой не спешит. Понятное дело, что «Букур» интересен фанатам не только как футболист, но и как личность. А потому вопроса о хобби было не избежать. Как выяснилось, за пределами поля Джиджи человек весьма разносторонний. И одной лишь игровой приставкой его интересы вовсе не ограничиваются. Мне очень нравится теннис, как большой, так и настольный. Люблю читать книги, смотреть кино. Из музыки слушаю румынскую эстраду, иногда классику, но чаще спокойную музыку. Раз уж зашел разговор о музыке, мы попросили «Букура» напеть что-нибудь из своих любимых мелодий. Но превратить интервью в шоу «Голос» не удалось. Джиджи вежливо отказался. Он говорит, что в школе, когда была музыка, он играл футбол во дворе. Он с музыкальным слухом не очень, честно, и поэтому не хочет сейчас портить кадр. А так он говорит, что у меня Игорь поет в номере, поэтому... Очень много, очень много. Очень много и очень хорошо. А так ему нравится «Нюша», все многие песни. Нынешней зимой «Букурни» на шутку огорчил своих поклонников. Сообщив в одном из интервью, что может завершить свою карьеру по окончании сезона. То есть уже этим летом. Точного решения Джиджи пока так и не принял. Но весьма любопытно, чем же он планирует заниматься в дальнейшем. Останется ли в большом футболе? Если да, то в каком качестве? Вы знаете, когда я рано или поздно повешу бутсы на гвоздь, то планирую сперва взять небольшую паузу и какое-то время пожить без футбола. Если я пойму, что футбола мне все-таки не хватает, то я вернусь. В качестве либо тренера, либо селекционера, либо директора. Но сейчас пока я не хочу об этом думать. Беседа с фанатами продлилась больше часа и, разумеется, завершилась памятным совместным фото. Такие интервью болельщики теперь намерены сделать регулярной традицией. Кто станет их следующим собеседником, узнаем совсем скоро. На этом пока все. О самых свежих новостях из тана желто-зеленых расскажем в следующий раз. Это была Кубань-Арена. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова